Скульптуру Жанчины на центральной площади агрогородка Широкая местовые жихары называют Берагиней. Тяжко сказать, на кольки, подпихи вязковцев, задержать миновиды от ЕЕ заступництва. Аллея Вельми уже скарзится на наявность проблем, тут явно не приходится. Сучастные домы по улице Андреевской у Широком заявились в 2009-м. Все лето их вырошили крыху одновить, фарбаны были сами жихары, и они же зарабили ремонт. Теперь улица снова розноколяровая и пригожая. Мы, в принципе, здесь живем, хочется для себя, чтобы было приятно и чисто вокруг, поэтому сильно так надо, значит, покрасили. И для себя приятно планировали все равно летом его покрасить, но немножко раньше пришлось. Неких массовых акций по добропорадкованию у Широким не проводили. По великим рахунку, парадок на земле тут потребуется постоянно, а тому на протягу месяца, кажут, ликвидовать некие дробные недохобы проблемы не складаем. Доброго парадкования – это не обовязковые некие масштабные работы. Можно зарабить ту же детячую гунявую плясовку, например, и потом потреблять ее в надежном стане. Наведение парадки на земле – это, прежде всего, для самих висковцев. О наведении парадки на земле – значную допомогу оказываются под преемство организации, а основные работы проводятся силами местного населения. Бюджетные сродки накируются на то же спиливание аварийных древ, Терекультивацию земель после взносу старых будинков, где без финансовых укладаний не обойстись. Все остальные работы в основном за кошку самих висковцев. Правда, тут уже ничего масштабного. Головное мета – зарабить населенные пункты с оправды чистыми и утульными. Уже сейчас начался такой период, когда по каталогу заказывают рассаду какую-то, выращивают, делятся между собой какими-то семенами, идеями. Сейчас очень активно уже начинается обустройство подворья охраждениями новыми. В основном это металлопрофиль, вот в последнее время стал такой модный. Уже очень много людей приступили к этим работам. И да, планируют и покраску фасадов, и заборов, и, конечно же, обязательно цветочная композиция возле своих домовладений. Олег Сентюров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Будокошелевский район.